Едем в Мурино, ребят, вот справа метро Мурино, и мы свернули из Петербурга. Здесь, конечно, уже и дорога есть, скат, и дополнительная, и... Самое интересное, старая дорога на навигаторе уже не отмечается. Мы поехали по старой дороге по привычке, уже знаем же, много раз здесь были. Нет, нас все возвращают и возвращают на новую дорогу, но мы так и доехали по старой дороге. Вот офис продаж сразу, петербургская недвижимость слева, поток людей из метро идет, пробки так и остались, конечно. Пробки остались, людей много, машин много, и возле домов припарковаться негде. Вот и тут из метро поток. Сейчас даже там дальше, на переходе вы увидите, как много людей. Здесь и ЖД-станция, здесь и автовокзал, и метро-станция. Много пунктов, откуда можно... отсюда можно уехать. Но, ребят, столько много людей и машин. Все-таки город становится все больше и больше. И действительно, это уже город, а не поселок. Ему статус города недавно присвоили. Многоэтажки дают о себе знать. Людей очень много. Плюс, плюс, что дешевле жилье, но очень густо заселенный район. Вот смотрите, вот там, вот, пешеходный переход проходит. Это только сколько времени? Шесть... Нет, семь часов вечера. Семь часов вечера. Юлочку красивую поставили, молодцы, класс. Посмотрите, сколько людей, ребят, очень много. И вот мы едем по этой пробке. Конечно. Каждый день так возвращаться домой. И так каждый день ехать на работу. Вот-вот стоят все. На пешеходном переходе. И постоянно толпа. Вот, видите? Очень много. Не знаю, может им надо как-то две станции уже метро здесь, чтобы было. Елочка красивая. Представляете, там насколько забитые вагоны в метро. Ну, конечно, может там кто-то из автовокзала идет тоже с той стороны. Вот, видите, там вокзал. На той стороне мы были с вами, кстати. Мурино. И все идут и с той стороны, и с этой стороны. Все идут сюда. На станцию. Все сюда идут. Елочку проезжаем. Красивую. Не знаю, девочек много. Смотрите, автобус стоит, он забит людьми. И вот, смотрите, он полон. Вот установка. Да, конечно, насчет комфорта, ребят, в этом плане сложно. На автомобиле на своем, ну, лучше, наверное, даже стоять в пробке, чем вот такой толпой ехать. Так что вот Мурино вечернее увидели. Вот идет. Видите? Вот бульвар Менделеева. Красили к Новому году. Магазинчики. Вот вывеска бульвар Менделеева. Ура! Дороги не чищены. Здесь Мурино скользко. Гололед. Мы ездили с вами по Петербургу, ехали сегодня. И ничего, нормально. А здесь, видите, как скользко. Вот сугробики тоже стоят. Вот вам зимой как. Летом классно гулять по тротуарам. И зимой. Ну, что-то очистит. Вот дорога-то есть для пешеходная. В Мурино увидела объявление. Ой, где-то салют. Требуется продавец-кассир. Зарплата от 45. Телефон 8-964-394-9525. Что за магазин? Кстати, это магазин, который еще не открылся. Потому что аренда. Видимо, новый магазинчик открывает. Поэтому объявление. Вот, ребят, немножечко проедем Мурино вечерним. И люди, и снега машины. Все вместе. И сугробы. И сугробы. Вечернее Мурино. Ребят, украсили к Новому году уже, смотрю. Давайте немножечко посмотрим. Давно мы не были в Мурино. Адрес бульвар Менделеева 1. Мы едем с вами. Добрый вечер, друзья. Я хочу продолжить разговор с вами о Мурино. Сегодня мы заехали по делам, когда темно, когда зима, когда сугробы. Посмотрели на Мурино с другой стороны. Потому что мы с вами заезжали летом, весной, осенью. Вот вам зима. Насколько комфортно или некомфортно в этом городе. Немножечко огорчил меня город тем, что все-таки сугробы, все-таки дороги вообще не чистят. Машины едут, скользят. Если брать в сравнении Петербург, дороги вообще тогда, знаете, на отлично. Практически все расчищены. Но что мы видим в Мурино? К сожалению, ребят. Вы знаете, мой позитивный настрой ко всему. И в том числе к Мурино. Но в этот раз мы заехали, и я огорчилась. Идут люди вокруг эти сугробы. Тут же едут машины. Они не едут, они скользят. Две машины разъехаться сложно, потому что эти сугробы. Тут же люди обходят эти сугробы. Не знаю, очень я огорчилась сегодня. И столько людей. Темень. Ну, не знаю, сколько. Семь вечера было вначале, да, мы заехали. Темень. Вроде бы и фонари горят, но как-то темно. Все равно на улицах. И магазинчики горят, и кафе горит. Все сверкает. Но как будто мало света. И столько людей, ребят. Вот идут в темноте. Много, много, много людей. Действительно. В этот раз мне показалось, что очень густо заселен район. И не хватает места. К чему я это все говорю? Не к тому, чтобы вас там как-то разочаровать, напугать, огорчить. Нет, просто давайте со стороны посмотрим спокойно и взвешенно. Возможно, при дневном свете все не так драматично. А более, знаете, когда солнышко светит, когда снег искрится. Может, даже и прикольно. Много молодежи, много людей. В общем-то, кто любит тусовки, наверное, это и прикольно. Но для комфорта, знаете, такого, постоянно, когда ты каждый день на работу, каждый день с работы, или на учебу, с учебы, транспорт, если транспортом пользуешься, или если свой автомобиль. Там такая пробка была, я даже не стала снимать. Просто пробка, откат. И несмотря, что построили, вернее, открыли вот эту вторую дорогу, съезд. Все равно, все равно такая пробка. Но суть даже не в этом. Очень показался мне в этот раз город перенасыщенным, действительно. Ну ладно, это уже на любителя. Да, соглашусь, кому-то это нравится. Конечно, самый большой плюс в Мурино и чем он привлекает всех, это ценой на недвижимость. Вот Мурино самое дешевое жилье. Если совсем близко смотреть в Ленинградской области от Петербурга. Но еще меня сегодня, что огорчило и поразило, почему я даже начала этот разговор, что сегодня я разговаривала с девочкой, которая снимала квартиру 31-32 квадрата за 28 тысяч. Вот она сейчас собирается съезжать с нее. 28 тысяч? Ребят, вот это рассчитано на тех, кто совершенно не знает ценовой политики ни в городе, ни в области. Это как раз рассчитано на тех, кто покупается на все на это. Это же Петербург или рядом с Петербургом. Так и должно быть дорого. Нет, ребят, обращаю ваше внимание еще раз на аренду недвижимости. Да, она подросла, даже если мы зайдем с вами на сайт, и она подросла аренда. Но не 28 тысяч 31 квадрат квартира. С нормальным хорошим ремонтом, да. Я вечером пришла и специально зашла на сайт посмотреть, что же у нас с Мурино, с квартирами. Вот давайте вместе посмотрим. Посмотрим, квартира-студия 27 квадратов, 20 тысяч. 8 декабря, свежее объявление. Я не знаю, где ищут квартиры такие дорогие. Возможно, сейчас я замечала, что и в ВКонтакте стали, и в Инстаграм стали группочки такие выскакивать, которые предлагают дорого, а в аренду дорого. И все думают, что, а, ну это же Петербург, поэтому должно быть дорого. Не 28 тысяч в Мурино, ребят, ну что вы. За 28 тысяч можно снять в спальном районе. Вот, Муринское сельское поселение, до метро Девяткино 1,3 километра. Квартира уютная, 15 минут до метро, спокойным шагом. Сейчас я быстренько посмотрю. А, это вот на второй стороне, вот Лаврики мы с вами ездили. А это вот здесь, когда под мост из Петербурга, вот это Петербург, вот он Петербург. Вот вы сюда под мост, и выезжаем вот здесь в райончик. А мы с вами ехали в Лаврики, помните? А это вот здесь сразу район. До метро пешочком, ну здесь пройти, да, вот так. Пройти дорогу. Ну смотрите, сколько цена? 23,35 квадратов квартира. 23, но не 28. К чему я, ребят, это все вам рассказываю? Не покупайтесь, не думайте, что если Петербург или Новлость, да, это нормально, это хорошо. За 27 вы найдете в спальном районе нормальную квартиру себе, тоже с ремонтом. Что такое спальный район, мы с вами говорили. Это первая, если смотреть от крайних станций, это первая, вторая, третья станция от крайних. Да, синяя ветка, там не важно какая, красная ветка, любая ветка. Первая, вторая, третья, четвертая даже может быть. За 28, за 27. Вот на что хочу обратить внимание, уже дальше не буду, может быть, уже объявления с вами смотреть. Вы сами сможете зайти, увидеть. Подросли, да, подросли цены. Вот бугры, которые мы с вами заезжали, 18. Дальше. Это Мурина. Вот бугры тоже. Это что, это Мурина, 25. Подросли цены. Ну, я считаю, что Мурина неоправданно подняли цены свои. 45 квадратов. Но это 45 за 27, а не 31, 32 за 47. Пионерская, 23 тысячи, 30 квадратов. Но 23 тысячи, ребят. 23 тысячи. Московская, там ремонта нет, вижу. 20 тысячи 38, гражданский проспект. 20, 36, академическая. Надо мебель просто смотреть, какая еще. На Есенино, 35 квадратов. 21 тысяча. 35 за 21, посмотрите. Еще и... Да, это... Конечно, зачем они эту мебель оставляют? Да, здесь ремонт, конечно, такой уже слабенький. 25. Вот комендантский проспект. Плесецкая, где мы с вами были. 30 квадратов. 25. Да, хороший ремонтик. Симпатичная, современная. Так это в городе. В самом городе. 25. Вот, ребят, на что хотел обратить ваше внимание. Все, друзья мои. Надеюсь, что все будет классно. И цены как-то выровняются. Или хотя бы можно будет найти среди всех предложений. Хорошие предложения по цене и по качеству. Следим с вами за новостями. Смотрим, что происходит в городе. Спасибо, что смотрите. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо, что ждете выхода видео. Мне очень приятно. Вам приветик. Сергей, приветик. Спасибо, что вы написали, что ждете видео мои. Очень приятно. Ребятушки, каждому по приветику. И встретимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok